Благодаря поддержке самоуправления у Северо-Курзумской региональной больницы есть возможность каждый год обновлять медицинскую технику, обеспечивая своих пациентов точной диагностикой и качественным лечением. В 2016 году Венсполская городская дума выделила Северо-Курзумской региональной больнице 113 тысяч евро для приобретения устройств. Мы благодарны за эту поддержку. В отрасли здравоохранения, как вы знаете, с финансированием дела идут очень плохо. Поддержка самоуправления делится на две части – приобретение оборудования и обучение резидентов. И только при сложении оборудования плюс специалисты, знающие специалисты, мы можем получить хороший результат. Северо-Курзумская региональная больница постоянно работает над привлечением новых врачей-специалистов. Благодаря поддержке самоуправления больнице удалось привлечь таких специалистов, как отоларинголог, двух рентгенологов-диагностов и невролога. В Латвии в отрасли неврологии как бы много людей, но в то же время тех, кто дежурит и кто выносит самую ответственную часть работы, их не так много. Поэтому мы приняли решение, и это утверждено, таким неврологам мы будем присваивать стипендию. Ветспольская больница приобрела в мае этого года современное оборудование для мониторинга процесса родов STAN, общая стоимость которого составила около 44 тысяч евро. С помощью этого устройства можно исследовать сердцебиение еще не родившегося ребенка и следить за ним во время родов. STAN анализирует электрокардиограмму ребенка, показывая состояние плода во время родов и точно определяет момент, когда из-за отсутствия кислорода все-таки необходимо вмешательство. Аппарат STAN помогает нам разобраться в том, правда ли, что ребенок уже страдает от нехватки кислорода, или все-таки это какое-то было временное явление, и это все уже прошло. Поэтому с помощью этого аппарата мы можем избежать ненужных кислородных сечений, когда у нас есть подозрения на страдания плода. Подключая этот аппарат, мы видим, что ребенок на самом деле не страдает пока, и мы можем спокойно вести роды через физиологические пути. Такое оборудование имеется в крупнейших больницах Латвии, в клинической университетской больнице имени Паула Страдани и в Рижском родильном доме. Благодаря поддержке Веспалского массового управления также приобрели устройство считывания фосфорных пластин и инжектор контрастного вещества для компьютерной томографии, а также другие, не менее важные устройства. Аппарат для визуализации периферийных вен и устройство для пассивной разработки коленного сустава, стоимость которого составила более 5000 евро. Данное устройство обеспечивает эффективную и рентабельную терапию непрерывного пассивного движения для послеоперационного восстановления коленного сустава. Когда лечащий врач-хирург разрешает возобновлять движение, пациент может начать пользоваться этим устройством. На этом устройстве разрабатывается функция сгибания и разгибания коленного сустава. С помощью пульта можно установить градус наклона, величина которого зависит от того, в каком объеме пациент может выполнять движение. Раньше физиотерапевт работал, применяя только силу своих рук, а работать с ногой, частью тела, которая достаточно тяжелая, нелегко. Это устройство облегчает работу физиотерапевта. Еще одно устройство, приобретенное в этом году, работает по принципу велотренажера. Помогает разрабатывать суставы пациента, способствуя более эффективному восстановлению здоровья. Человек может сидеть на стуле, а не на узком сидении обычного велотренажера. Поэтому на этом велотренажере могут заниматься и люди более старшего возраста. Этот тренажер выполняет несколько функций. Помогает пассивно и активно разрабатывать коленные и тазобедренные суставы. Я сижу, устройство работает, я ничего не делаю. Устройство само двигает мои ноги. Можем переключиться и работать активно. Можем сами крутить педали, а также установить сопротивление. Сейчас я работаю активно с сопротивлением. В течение года в стационаре Северокурзумской региональной больницы проходит лечение почти 10 тысяч пациентов. Амбулаторное лечение предоставляется почти 60 тысячам пациентов. Продолжение следует...